Как противодействовать коррупции и контролировать сотрудников государственной администрации? Глава ОГА Михаил Саакашвили стал инициатором «Круглого стола». Он пригласил на него общественных активистов из Одессы и области. Наша Анна Грынев тоже была там и уже готова рассказать, какие изменения ждут администрацию в скором будущем. «Круглый стол» уже по доброй традиции проходил практически под открытым небом. Представители областной администрации во главе с Михаилом Саакашвили обсуждали, как создать новые подразделения внутреннего аудита. Напомню, меньше недели назад председатель ОГАУ волил около 20 сотрудников администрации, которые, по идее, должны были предотвращать и выявлять коррупцию. После того, как мы распустили тут абсолютно бездельные органы внутреннего контроля, и, кстати, вчера были губернаторы, каждый из этих органов у них тоже есть, и они чего-то не распускают. По словам председателя администрации, данные структуры совершенно не выполняли свои обязанности. У нас были программы по дорогам, по здравоохранению, по образованию, там есть много других, они занялись именно книгой издания. И нашли недостатки и устранили. Все хорошо. Этим занимались четыре службы. На встрече не только сотрудники администрации, но и представители общественности. Они обсуждали проблемные вопросы своей сферы деятельности. Моя администрация, ну, не имеет прямого отношения к местным выборам, но есть вопросы о использовании администрации местными чиновниками, оскільки они переважно старые, то они будут пытаться это делать. И предлагали разнообразные реформы для будущей структуры. Создание какой-то там структуры, назовем ее структурой аудиторской. А в том формате, как вы ее сейчас описываете, это страшилка. То есть, да, она должна этим заниматься, это определенный там орган проверки и контроля. Но, что очень важно, она должна быть еще и консультирующим органом. Обсуждение длилось больше часа. В итоге участники круглого стола пришли к единому мнению. Нужно создавать совершенно новый и принципиально другой механизм предотвращения коррупции. Я сподеваюсь, что на конце у нас будет какой-то орган или какая-то организация, которая будет держать нас честными, будет держать нас честными. Уже в скором времени будет создана рабочая группа из представителей общественности, которая обеспечит независимый антикоррупционный контроль в Одесской области.